Привет всем, с вами опять яден, но она не одна. С ней маленький друг. Этого друга зовут Ботен. Перевод на русский язык. Его зовут арахис. Арахисовый орех. Пинат. Ботен. Как вы видите, на мне пиджама. Потому что у нас сегодня пятница. Пятница. А в пятницу у нас выходной день. И в субботу у нас выходной день. Я решила вам снять видео о покупке октября. Ты такой миленький, Ботен. Давайте начнем. Первое, что купила в октябре, это был Ботен. Нет, я смеюсь. Ботен, не уходи. Он не понимает русского. Ботен. Окей. Он не уходит, он тут. У меня он в ногах лежит. Это украшение. Оно просто великолепное. Вы можете одеть его самой простой маечкой. И это будет просто делать ваш вид намного лучше. Конечно. Видите, даже с моей пиджамой это красиво. Это я купила из магазина Топ Тен. Не знаю, что вы такой магазин знаете. Там есть сумки, кошельки, украшения. И это недорогой магазин. Еще одно украшение, что я купила. Вот такое ожерелье. И тоже его можно носить с любой простой маечкой. Я не знаю, что вы можете видеть, что это такое. Это как будто бы серебряное такое украшение с бриллиантиками. А на ней сеточка. И буду вам показывать все, что я купила в Маке. Потому что я вам уже сделала мой ежедневный макияж. Я купила очень много от Мака. И единственная вещь, что я вам не показала. Вернее, две вещи, что я вам не показала из Мака. Это вот эта вот такая штучка. Это такой тоник. Или я не знаю, как это сказать на русском. Но он насыщивает вашу кожу. Вы можете ставить это, брызгать это перед макияжем. Или после макияжа. Когда я провожу очень много в университете, я могу... Я иногда могу выглядеть, как мой пряник. И если я... Ой, она сама на меня брызгала. И я могу просто брызгать. Это не так уж работает, когда у меня тушь на глазах. Но теперь это на моем лице. И когда она высохнет, мое лицо будет просто меня благодарить. Следующая вещь, что я купила, это... Это... Тональная основа от Мака. И у меня есть всякие тональные основы. Я сейчас люблю пользоваться... Я сейчас люблю пользоваться от Lancome. Перед этим я пользовалась... Беби-крем от Nivea. Но он слишком темный. Я на море уже не ходила много. Даже летом я перестала ходить на море. Потому что... Не знаю почему. Но сейчас еще можно ходить на море. Мы можем ходить в Израиле на море до декабря. У нас лето 10 месяцев в год. И я знаю... И сейчас это очень рано до длинного. Хотя у нас еще и был дождь сегодня. Второй дождь. Ботен! Ботен лех, дай. Ботен лех, дай. Ботен лех, дай. Ботен лех, дай. На лето я бы вам его не советовала. Потому что он слишком... Вы его будете чувствовать. Кроме этого, в тот день я должна была просто купить весь мир. Поэтому... Но я не жалею. Он мне очень нравится. Ай! Конечно же, первая вещь. Но это не моя покупка. Это мне мама подарила. Эти очки. Я вам покажу, как... В каком футляре они сидят. Это их не футляр. Так. Эти обалденные очки. Они от дизайнера. Индустриальный дизайнер. Его зовут Рон Арад. Он родился в Израиле. Но вообще-то всю свою карьеру он сделал в Европе. Так что... Если вы его не знаете, напишите в Google Рон Арад. Есть два Рон Арад израильские. Один... Он... Летчик... Наватка... Э... Летчик, который... Не знаю, как это слово сказать. Он упал в плен. Очень-очень много лет назад. Но есть еще Рон Арад. Это дизайнер, который сделал мои очки. Мне мама их подарила на день рождения. Конечно же, я их выбрала, но мама их купила. Еще одна моя покупка. Это кошелечек из Top Shop. Ботен! Нет, вы не знаете, что... Ботен дай. Ботен дай. Дай, Ботен дай. Дай, 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 дай. Лех, лех ми по. Лех ми по, Ботен дай. Дай, дай, ло. Извиняюсь. Этот кошелечек я купила из Top Shop. Я была обязана на новый кошелек, потому что он перестал закрываться. И потом деньги у меня выпадывали. И просто он всегда был открытый. И поэтому я говорила, мой кошелек открытый. Может, мы выкинем несколько денежек на ветер. Что-то такое. И почему я открываю его, я не знаю. Но тут он не самый удобный, я вам скажу. Тут только раз, два, три. Тут только с этой стороны два. Три отверстия для вот этих карточек. Моя лицензия для вождения. Бла-бла-бла. Тут с этой стороны три, тут два. У меня намного больше карточек, чем пять. Но мы живем. Я просто остальные карточки рядом ложу. Но я его очень люблю. Я обожаю этот цвет. Думаю, что это прекрасный цвет для зимы. Следующее, что я вам покажу. Пожалуйста, обещайте мне, чтобы вы не упадете в обморок от их красоты. Это сережки от дизайнера. Израильский дизайнер, который зовут Лиан Фишбен. Она такая молодая, как я. У нее есть тут магазин в Тель-Авиве. И все ее очень хорошо знают. Она очень хороший дизайнер. Платья обалденные у нее. Я вам покажу, что я купила от нее на день рождения второй раз. Потому что первое платье я купила на день рождения. Потом я его одела перед днем рождения. Второе потом купила и одела на день рождения. Это было просто великолепное, великолепное. Платье и все просто спрашивали мне, вау, где-то купила, вау, где-то купила. И эти сережечки, они тоже от нее. И я их обожаю. Они просто очень красивые. Они такие рок-стар, они не такие фэнси или что-то такое. Рок-стар такие. И мне было очень хорошо с ними на день рождения. Просто чувствовала себя как королева. И, конечно же, перейдем. Если уже день рождения, то я вам покажу, что я купила на день рождения. Для губ. Эта помада называется... Сатин Ребель. Сатин Ребель. Whatever. Я напомню вам, что хотела купить Дива. от Мака. Как я вам сказала. В конце я его не купила. Потому что... Не знаю. Потому что я забыла про него. Потому что я купила слишком много от Мака. И я забыла про моего Дива. Но я его куплю. Или моя подружка сейчас находится в Л.А. И я думаю, что... Не знаю, у меня такая интуиция, что она принесет мне эту Диву на день рождения. Потому что я не была на мой день рождения. Вместо этого улетела. А не только в Л.А. В Нью-Йорк и все такое. В общем, обалденная помада. Я просто ее обожаю. Я обожаю такие помады. Как вампир такие. Я просто очень люблю такие цвета. У меня несколько таких цветов есть. Я обожаю это. И, конечно, больше я обожаю их носить зимой. Когда я белее. Потому что летом я черная. Вообще-то это не все мои покупки, что я сделала в октябре. У меня есть еще покупки, что я сделала. И некоторые из них это то, что я одевала на день рождения. И я сделаю вам отдельное видео для него. Но в кратком эти все покупки я очень люблю. И вот это вот джинс. Джинс. Ну, обычный джинс от Topshop. Я очень люблю их джинсы. Они сидят обалденно. Они очень красивые. И еще что хорошее в этих джинсах. Они как в зале. В зале все джинсы короткие. У меня... Я высокая. И если я в зале меряю джинсы, они доходят мне где-то до сюда. Но они такая высокая. Только 1,72 метра. Но то, что хорошее в Topshop. То, что они могут... У вас есть тут одна. Это, допустим, я 26. А потом есть ноги. 34, 32 или 30. Я купила 34. Это на меня. 32 я тоже люблю. Это чуть-чуть коротковато. Так... Кокетническо. Красиво. Это может быть красиво, смотря с чем. Но если вы не хотите ошибиться, то эти джинсы всегда вам подойдут. Вот и все. Вот и все. Это было несколько покупок из октября. Мы, я и Боттон, говорим вам до свидания. И желаю вам провести хорошего времени. И мы будем за вами скучать. И мы будем делать вам очень много видео. Может не вместе. Может быть Боттон не захочет больше делать эти видео. Но поверьте мне, что я да. И спасибо большое за просмотр. Ставьте палец вверх, если вы... Если вам понравились мои покупки. Напишите мне в комментариях, если вам понравилось. И напишите мне в комментариях, какая ваша самая любимая покупка этим месяцем. И до встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok